Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Наталья, и вы на канале Сад в Цветах. Всем огромный привет из Владимирской области! Сегодня мы приехали к маме, и сегодняшнее видео будет у меня из её сада. Посмотрим, что растёт в этом сезоне у неё в саду. Прогуляемся с вами вместе. Встречает здесь нас вот такая композиция. Здесь как монопосадки, так и есть миксы. В 27-литровых кашпо стоят вот такие миксы. Здесь ипомей, батат, колиусы, бальзамин. Вот здесь вот так уже цветёт бальзамин и спускается вниз бервеник монетчатый. На заднем плане здесь деревянных кашпо рядом с мельницей посажены петунии. Они ещё не вошли в полную силу, но когда разрастутся, будет здесь красота. Ещё один микс тоже с ипомей, батат, диздихондра, колиус. И посмотрите, как она подстригла красиво спирею. Это один кустик. Любитель подстричь растений. На заднем плане тоже микс с растениями. Здесь у неё посажена гортензия. Смотрите, какой огромный куст гортензии. Названий, конечно же, она не знает, но мне кажется, что это либо Вимс Ред, либо Эрли Сенсейшн, потому что уже, посмотрите, начала цвести. А эти гортензии цветут одними из первых. Скоро начнут цветение лилии. И вот здесь на переднем плане яркий акцент из Тайдала. Ещё один сказочный уголок. Здесь петунии, почвопокровные растения. Туэтэдди, посмотрите, каким шариком, как на штампе сделано. Очень красиво смотрится ледяное небо. У неё на заднем плане там посадки из колеусов. И вот здесь Тайдал Сильвер. Посмотрите, как ярко и красиво смотрится здесь Пеларгония. У неё такой яркий, насыщенный цвет. Я сначала издалека не поняла, что это. Потом поближе подошла, оказалось, Пеларгония. Вообще яркая. А вот здесь, смотрите, композиция с самоваром. Смотрится вообще красиво. А на заднем фоне всё в Пеларгониях. Ой, вообще всё в Пеларгониях. У меня много погибло Пеларгоний. А у мамы прям полно их. Здесь вегетативные. Посмотрите, красота. И семенные. Раньше вот у меня серия Квантум очень нравилась. Вот такие бабочки. А вот это белое, это просто как зефирка. Прям вот зефирка. Это вегетативная петуня. Ой, петуня. Пеларгония. Посмотрите, какая красивая. Шикарная. Прям зефир. Самый натуральный. И красная здесь. В общем, чего тут только нет. Немезий в подвесных кашпо. Это я ей череночки давала вегетативные. И вот здесь у неё три кашпо подвесных висят. Смотрится красиво. Смотрите, особенно в белом кашпо смотрится интересно. Вот здесь полочка с плющелистными пеларгониями. Ещё череночки здесь. Розочки посмотрим. Ой, какая красота. Я вот с розами так не умею. Здесь ещё каллы. Вот, кстати, у меня белой каллы нет. Надо будет махнуться, не глядя. Здесь отсветает. Смотрите, какой цвет красивый. А вот эта роза, наверное, Лавли Ред, я думаю. Очень похожа на мою розочку, которая у меня в этом году не вышла из-под зимы. Мне кажется, похожа дождём немножко. Её, правда, тут краешки подпортило. Но всё равно бархатистая, красивая. Дальше кто у нас? Так. Тоже уже отцветает. Что-то красивое. А вот такая розочка у меня тоже была. Пропала. Целый ряд калл белых. Ой, а у меня розовые. Надо поменяться. Посмотрите, какая спрейка. Надо маму попросить, чтобы она мне начеренковала. Вот такую спрейку я люблю. А вот это-то какая красота. Посмотрите, какими мазками. Вообще. Я такую даже не видела. Мне кажется, что-то новенькое у неё. Вовсю цветёт лаванда. У меня ещё только на бутонах. Посмотрите. Аромат. Вот, друзья, стою здесь. Прям аромат. Такой запах. Просто шикарный. Скоро лилия здесь зацветут. Тоже будет густого красок и аромата. А вот это просто какой-то гигант. Уж я не маленького роста. Она, мне кажется, выше меня. Ой, вообще огромная. Просто огромная. И здесь море лилий, которые распустятся скоро. Вот такая у меня есть лилия. Цвела уже. Персиковые тоже есть. Ух ты. Вот это да. Такой точно нет. Надо мне такую тоже поиметь. Маленькая, тем более, как я люблю. Здесь ещё куча лилий. Ух ты. Тимьян. В ножках у можжевельника. Можжевельник тоже здесь огромный-огромный. Мне кажется, даже больше, чем у меня. Мне нравится в ногах, когда растёт тимьян. Перстянка тут не выдержала. Ветра. Ух ты. Больше двух метров высотой. Смотрите, какие колокольчики тяжеленные. Она, бедные, не выдержала и просто наклонилась. Тут розочка какая-то красивенная. Вот такую мне тоже надо. Надо маме дать задание, чтобы начеренковала мне вот такой красоты. Вот такую розу я хочу. Такая классная. А вот эту розу когда-то мы ей дарили. Давным-давным-давно. И она цветёт. Высокая. На заднем плане. Колокольчик. У меня тоже такой был. Даже отростки перед домом там есть. Пчёлки работают. Вернее, букашки какие-то. Так. Уже флокс зацветает. И вот здесь тоже на перстянку. Кстати, вот на перстянку я тоже люблю. А здесь-то какая высота. Дельфиниум-то какой необычный. У меня тоже такого нет. Но мне высокие растения сажать некуда. Но очень красивый. И тайтл. Ред велюр. А, это та же розочка. Только с другой стороны. Какая красивая. Мне такую надо. Срочно мне такую надо. Так, что ещё здесь? Вот такая розочка у меня есть. Да-да, есть такая у меня растёт. Красоточка. У неё очень нежный цвет. Лилийники уже на бутонах. Скоро начнут своё цветение. Но здесь кто? Турецкая гвоздика. И... Ух ты, какие пампушки. Красивые пампушечки. Здесь какое ледяное небо с лягушкой. У меня вот ледяное небо в этом году не такое пышное. Здесь мы уже были. Я тут уже прошла всё. Ну, конечно, вот этот пеларгоний как огонём горит. Это аллегрия-спрейка. У меня тоже такая есть в этом году. Ну, вот она у мам цветёт. А у меня уже такая отцветает. Вот сова на полочке с плющелистной пеларгонией. Вот ещё роза. Вот такую мне она дала. У меня в этом году цветёт. Посмотрите, какая красота. Прям не роза, а пион. Я очень хотела. Мне мама сделала черенок. У меня теперь такая есть. Так, что у неё тут новенькая? Какая розочка. Беленькая. Видимо, черенок этого года. Это малышка. Так, георгины здесь растут тоже, как я, любительница. А, такая у меня тоже есть розочка. Её в этом году ветром у меня сильно поломало. Тоже мне очень нравится, но она очень колючая. А вот это-то какая красота. Мне тоже такой надо. Тоже, видимо, спрей, что ли. Тоже надо сказать, чтобы мне череночек сделала. А вот у неё получается черенковать розы. Я как-то вот особо не получается у меня. Вот это тоже красиво. Ну, это какая-то, наверное, чайно-гибридная. Смотрим. Ух ты! Смотрите, какая юбочка. Ну, в этом году не так цветут активно. И миробилис, огромный куст. Миробилис она сажает. А это что? Ох, какие шапки! Какая маленькая! А какой размер цветка! Ничего себе! Вот это роза! Вот это цветочек! Обалдеть! Просто обалдеть! Так, что у нас здесь? Ох, а! Это Глория Дейхи. У меня тоже такая есть. Крупная какая. Люблю эту розу. Здесь желтенькая, низенькая. Вот низенькие я люблю. Если будет она низенькая, надо тоже сказать, чтобы мне череночек сделала. И гвоздико-травянка. Кстати, так красиво смотрится. Вот такая гвоздико-травянка. И желтая роза. Красиво. Да, здорово. Здесь у нее импровизированный череночник. Вообще, вот мне вот эта роза очень понравилась. Может такую посадить? Над маме сказать. А вот это вот еще один черенок. Она мне один дала. Он уже вовсю цветет. Ей очень понравилась эта роза. Я как увидела, я говорю, мама, мне надо такое. Она мне череночек сделала. Классная. Посмотрим клематисы. У них тут по гаражу папа шпалеры сделал. И они тут стенку задекорировали. Посмотрите, какой клематис. Но название, конечно же, не я, не она, не знает. Она понравилась, посадила, называется. Княжек-то какой. По-моему, княжек, если я не ошибаюсь. Он просто огромный. Такая мощная лиана. Вот красивый. У нее прям вот он цветет. Прям много-много-много их. Смотрите, издалека покажу. Красивый. Мощный такой. Но у нее здесь на месте они растут. Я такие не посажу. Мне некуда такое посадить. А так было бы у меня место, конечно же, я бы и такое себе посадила. Красавец. Прям вообще шикарный. Цветет. А вот это у меня такое есть. Клематис тоже. Я, кстати, не знаю, как он называется. Ну вот у мамы он, смотрите, как цветет. А у меня в этом году по одной стороне забора, я показывала, вышли плохо из-под зимы. Вот только-только вот этот клематис у меня начал пускать веточки. Ну ничего, самое главное, что он живой. Ну здесь, конечно, как невеста. Прям. Ну все внизу цветет. Все внизу. А это руж кардинал. У меня тоже такой есть. Мы покупали вместе. Но я его пересаживала. Я вам показывала, у меня цветочки мелкие. Потому что мы с мамой, когда выкапывали, она мне помогала. Мы повредили корни. И вот пока, я думаю, он не нарастит, у него будут мелкие цветочки. А так вот здесь, смотрите, какие крупные. У меня тоже такой был. А вот здесь другой клематис. Тоже он такого цвета. Вот он вот цветает. А вот тут у него другие цветочки. Тоже не знаю названия. И тоже почему-то цветет как-то внизу. Ну красивый. Красивый. Очень красивый. Я хочу прям вот белый-белый клематис. Ну ладно. Будем довольствоваться. То, что есть. Но здесь вот красиво смотрится. Смотрите, какой стеной. Прям здорово гараж декорирует. Георгинчики. Это вот такой же, как я покупала. Два. Один маме, другой себе. Вот у нее уже тоже зацвел. А вот таким она со мной поделилась. Корешком. Ну, луковичкой. Не луковичкой. Картошинкой. У меня тоже уже начинает, кстати, зацветать. Очень красивый. Флоксы начинают цвести. У меня тоже несколько начинают цвести. Но еще не активно. Кстати, я флоксы очень люблю. Сначала хотела убрать от соседского забора. А потом думаю, нет, оставлю. Красивые. Так, что он здесь в колодце посадили. Петунию какую-то в этом году. Тоже в том году росли, по-моему, бальзамины. Но я не помню. Да, петуния. Петуния красная. Кошак сидит. Красиво. А вот здесь вдоль соседского забора. У меня, кстати, у мамы здесь двойна кварталь. И поэтому у нее тоже места очень-очень мало. Но цветов много. Вот лилии скоро всякие зацветут. Флоксы зацвели. У меня такой есть, по-моему. И вот такие лилии. Это я давала ей. Низкорослые. Надо мне оранжевую у нее спросить. А вот эти лилии – это просто шедевр. Они так вкусно пахнут. У меня есть, но немного. У меня у мамы прям много их. Вот такая вот здесь у нее поляна из цветов. Красота. Сейчас пойдем еще на крылечки посмотрим. А на крылечки под навесом у нее здесь пеларгонии. Вот такие. Такая красивая. У меня тоже такой нет. У меня что-то в этом году пеларгоний. Только плющелистные. Больше. Вот такая у меня. Вот таких у меня много на заборе. Вот она. Это я ей давала черенок. Такая красная. Яркая. Это, наверное, вот там, как в груши, которая стоит. Красавица. И белоснежная. Уже отцветает. Шапочки отцветают. Но прям белый-белый цвет. Белый. Без розового. И у нее еще здесь глоксинии. Посмотрите. Вот такая вот здесь красота, друзья, у нее. Глоксини я тоже люблю, но вот как-то не решусь я никак на них. А вот у мамы есть. У нее тут несколько расцветок. Еще некоторые не цветут. Вот красненькая. Такая вот красота. Ну что, друзья, прогулялись в мамином саду. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Оставлю ссылочки на мой Яндекс.Дзен и Телеграм-канал. Давайте общаться и делиться красотой. Всем всего хорошего. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok